Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды один известный артист пригласил служителя, скромного христианина к себе на юбилей, на день рождения. И находясь в кругу именитых, тоже знаменитых людей, этот человек представил всем своего друга, священнослужителя. И добавил при этом, что его всегда удивлял 22-й псалом, что он его очень любит, что он его знает на память. И он решил продекламировать 22-й псалом перед своими гостями. Вот он встал в красивую позу и начал читать «Господь пастырь мой» и так далее. После окончания его декламации все зааплодировали, потому что это было блестяще. Блестящий голос, прекрасные ораторские навыки у этого артиста были. Но он попросил, значит, аплодисменты утихнуть и сказал, а теперь я хочу, чтобы мой друг, священнослужитель, чтобы он прочитал тоже 22-й псалом. Этот человек открыл Библию и совершенно без особого какого-то изыска, но с каким-то особым чувством с другой стороны. Прочел 22-й псалом, и после его прочтения аплодисментов не было. Но было видно, что люди о чем-то высоком и глубоком задумались. «Да», – ответил на это актер, – «я слышал о Боге, а мой друг его знает лично». 22-й псалом – действительно один из самых известных и популярных отрывков Священного Писания. Где только его не цитируют, кто только его не читает. Давайте прочтем с вами и мы. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на дороге правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу прямо на виду у врагов моих, Умастил елеем голову мою, моя чаша переполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Вы знаете, какая часть этого псалма больше всего будоражит сознание людей далеких от религии или людей, для которых религия поверхностна? Это первый стих. Что же там написано? Там сказано «Господь мой пастырь», то есть он обо мне заботится, он как пастух любящий за своей овечкой ухаживает, так же он пасет и меня, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Что это значит? Я ни в чем не буду нуждаться. Кажется, что Бог в этих словах обещает христианину все, ну просто все. Деньги, почесть, слава, великолепное идеальное здоровье. Вот чего только не стоит за этими словами, ни в чем не будешь нуждаться. Некоторые именно так и относятся к этим словам. Но опыт, опыт христианской жизни, на что он указывает? Он показывает, что стремительных каких-то перемен к обогащению, к достижению земных благ, опять же, к идеальному здоровью, идеальных отношениях с другими людьми. Но не происходит этого, когда человек становится христианином. Не происходит таких чудесных преобразований, которые избавляют человека от всех жизненных трудностей, от всех препятствий. Такого не происходит в жизни. Вы знаете, более того, когда мы смотрим, например, самого Господа, когда мы смотрим на жизнь, историю жизни апостолов Иисуса Христа, Его учеников, когда мы обращаем внимание на жизнь и судьбу просто героев веры, героев веры прошлых поколений, героев веры даже нашего времени. У каждого из нас в кругу знакомых наверняка есть человек, который отличается особой нравственностью, особой духовностью. Так что же, скажите, вот эти люди, они богаты? Они во всем успешны? У них нет никаких в жизни проблем, что ли? Мы чтим многих людей как духовных наставников, как духовные такие ориентиры для себя, для кого-то другого. Но мы видим, что и у них в жизни есть какие-то проблемы, есть много вещей, в которых они нуждаются. А как же тогда слова? Как же тогда слова Давида, этого самого знаменитого библейского псалма? «Бог мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Вот взять, например, историю Моисея. Моисей до момента, когда он посвятил свою жизнь Богу, когда он решил соединить свою судьбу с судьбой Божьего народа, был крайне успешен. Вот о ком точно можно сказать, что он ни в чем не будет нуждаться. Ну, вы сами подумайте. Во-первых, его спасла от гибели, когда он еще был младенцем, которого хотели убить по приказу фараона. Его спасла царская дочь. Вот повезло так, повезло. Она дала деньги матери Моисея, чтобы та ни в чем не нуждалась. Чтобы она могла покупать молоко, чтобы она могла покупать хлеб. Она дала повеление, чтобы защищали этого ребенка, и никто уже к нему прикоснуться не имел права. Вот. Действительно кажется, исполнение слов. «Я дам тебе то, все, и ты ни в чем не будешь нуждаться». Но это было не от Бога. Это сделал человек, царская дочь. Прошло какое-то время, и Моисея забрал, она забрала к себе во дворец. Он воспитывался при царском дворе. Он получил блестящее образование. У него были блестящие друзья. Талантливые, самые талантливые люди своей эпохи, своего времени. Самые талантливые учителя своего времени. Все это ему принадлежало. Все это ему было дано. Для него было это открыто. Но потом он начинает осознавать, что ему там не место. Там, где он реально ни в чем не нуждается, понимаете, где он действительно, по-настоящему не испытывает ни в чем никакой нужды. Именно там он чувствует себя не в своей тарелке. Ему здесь не место. Ему место вот там, с рабами, с теми, кто унижен и презрен, с теми, кто трудится с утра до ночи, чтобы просто выжить. Он чувствует вот этот внутренний мощный позыв выйти и пойти к своим братьям из царских чертогов, из этих красиво украшенных комнат, от этих блестящих музыкантов, поэтов и философов и ученых. Пойти туда, к ним. И он делает этот выбор. И он избирает больше вот эти страдания с Божьим народом, чем деньги, честь, славу, успех земной, мирской. Это реальная история. Так было. Был человек, который сделал такой выбор. И что же потом? Да, Господь стал его пастырем. Он соединил свою жизнь с Богом, с Божьим народом. И он ни в чем больше отныне не нуждался. Нет, он до этого ни в чем не нуждался. А потом-то он во многом нуждался. Он 40 лет был скитальцем. Учился пасти овец. Никогда это в жизни не делал. 40 лет этому учился. А потом, когда вернулся за израильтянами, увел их в Хананскую землю и разделил с израильтянами их 40-летнее странствование, 40-летнее скитание. Никак не скажешь о нем, что после своего выбора он ни в чем не нуждался. Так как же понимать слова Давида, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться? Может быть, люди, о которых я говорил, духовные ориентиры, люди, которые совершали великие духовные подвиги, а может быть, они просто жили так, что Господь не их пастырь? Может быть, Бог был пастырем Моисея, когда он там жил у египтян во дворце? Может быть, так? Или, может быть, мы просто неправильно понимаем эти слова? И, наверное, последнее более правильно. Павел, апостол Павел, он однажды понял суть этих слов. Павел наверняка размышлял тоже о 22-м псалме, и он однажды сказал такие слова. «Самое великое в моей жизни приобретение, самое великое в моей жизни достижение – это умение быть благочестивым в любых обстоятельствах, и каким? и довольным, проявляющим благодарность, замечающим, как много, несмотря на большую нужду в жизни, которая была у апостола Павла, но он замечает, как много, тем не менее, ему дано великое приобретение, быть благочестивым и всем довольным. И, знаете, ведь это же, эта мысль, она и объясняет нам, что значит слова 22-го псалма «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». Была ли нужда какая-то в жизни у апостола Павла? Да, он был болен. Он сам о себе говорит «Есть у меня некое жало в плоти», и, скорее всего, это были проблемы с глазами. Мы знаем, как Павел встретился с Иисусом. Павел получил, тогда он еще был савлом, он получил разрешение в Риме от первосвященников, от начальников израильского народа, получил разрешение идти в Дамаск, и там среди иудеев, которые исповедовали Христа, среди последователей Иисуса, хватать, кого он посчитает нужным, лишать имущества, отправлять в тюрьму, если требуется, а может быть, даже и нечто большее. И вот он, как написано в Священном Писании, еще дыша угрозами, шел в Дамаск. Так, по дороге с апостолом будущим, апостолом Павлом, ныне савлом пока еще, случилось то, что однажды случилось с израильтянами, когда Моисей вывел их, когда Моисей подвел их к Красному морю, перед израильтянами стояла неприступная вот эта водная гладь, которую ни пройти, ни переплыть, тем более со всем имуществом, которое они вынесли, а сзади наступали египтяне. Фараон одумался после того, как отпустил израильтян, но он одумался и погнался за ними, чтобы их вернуть. И в это время Бог стал между египтянами и израильтянами. И для израильтян он был светом, он давал им свет, а для египтян, со стороны египтян наступающих, он был тьмой, густым облаком, через которое ничего не видно. Это то же самое происходит с Павлом. Он идет, наступает на христиан, которые живут в Дамаске, и он дышит угрозами, и действительно он серьезно угрожает безопасности христиан. И между ним и христианами становится Иисус. Для своих детей в Дамаске он свет, он радость, он счастье, он жизнь. А для Павла, который идет им навредить, он тьма. И Павел, помните эту историю, он слепнет на какое-то время. Его отводят в Дамаск, и там Иисус посылает одного человека к Павлу. Этот человек возлагает на него свои руки, исцеляет его. Но кажется, что эта проблема, проблема с глазами после вот этого происшедшего, навсегда остается с Павлом. Неужели Бог так мог поступить с Павлом? Сам же наказал, сам исцелил, но не до конца. Да? Чтобы Павел всегда помнил о том, как начинался его духовный путь. Чтобы апостол Павел навсегда сохранил вот это предостережение от отступления, чтобы он навсегда запомнил, что Иисус есть свет для тех, кто следует за Ним. Но Он есть и тьма для тех, кто сопротивляется Ему и желает навредить Его детям. Видно, апостолу Павлу это было нужно в духовном значении. Это был важный для него урок. И он сохранил на всю жизнь этот урок, каким образом? Тем, что у него были проблемы с глазами, он плохо видел. Итак, у апостола Павла была нужда. Она действительно была. И он пишет. Я много раз просил Бога, чтобы Бог удалил эту проблему из моей жизни. И вы знаете, что Ему отвечает Бог? А Бог Ему отвечает словами из 22-го псалма. И может быть, вы сейчас вспоминаете и помните, что Бог ответил апостолу Павлу. Может быть, вы раньше никогда не думали, что эти слова взяты из 22-го псалма. Вот сейчас попробуйте это заметить. Бог отвечает Павлу. Достаточно для тебя моей благодати. Еще пока что непонятно? А как можно по-другому сказать эти же самые слова, эту же самую фразу? Господь, у тебя всего достаточно. Ты больше ни в чем не нуждаешься. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем не буду нуждаться даже тогда, когда, очевидно, есть у меня какие-то нужды. Но благодати Божьей при этом довольна. Ее достаточно. Все, в чем я нуждаюсь, в моей жизни есть. Все, в чем нуждался апостол Павел, присутствовало в его жизни. Если вы человек честный, трудолюбивый, верный, постоянный, живете по заповедям Божьим, храните веру в Него, и Он дает вам богатство, значит, это вам нужно. Но если при всем вашем благочестии, Он допускает определенные трудности и лишения, если Он допускает даже порой тяжелые и непростые испытания, внимательно оглядитесь вокруг. Только будьте внимательны, потому что в том, что вас окружает, обязательно, вне всякого сомнения, есть источник. Есть источник утешения, есть источник силы, есть источник, почерпнув из которого источник, предусмотренный не случайностью, предусмотренный не стечением обстоятельства, предусмотренный самим Богом именно для вас, источник из которого вы можете почерпнуть все, в чем вы нуждаетесь, чтобы это испытание вас не сломило и не привело к унынию. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Бог, Он никогда не допускает, чтобы что-то удручало Его людей, которые Ему доверяются, и чтобы при этом они не имели утешения. Он что-то предусмотрел. Есть что-то в жизни каждого человека, что служит для него источником утешения, источником ободрения. Даже в самых обескураживающих обстоятельствах главное это заметить. Главное это увидеть и принять. Если безропотно в смирении перед Богом поблагодарить Его за то, что нас поддерживает, за то, что не дает нам окончательно упасть, то можно будет увидеть, какую колоссальную силу, вот этот источник утешения, предусмотренный Богом, какую колоссальную силу, Он способен нам в жизни дать. Вот в жизни Евы, матери всех людей, была большая беда, большая трагедия. Один ее сын убил другого. Главное, была и Ева, и Адам, они были обо всем, об этом предупреждены, что грех, он будет действовать разрушительно, разрушительно на семью, разрушительно на отношения, разрушительно на природу. Вот это постигает Еву. Она, когда она сама съела вот это запретное плод с древа и предложила своему мужу, она не думала, к чему это приведет. Но вот у нее рождается Каин, вот у нее рождается Авель, и вот они спорят, вот они ссорятся, и Каин убивает Авеля. Может быть, Бог хочет Еву в порошок растереть? Может быть, за то, что она сделала, он сейчас ее до крайности доведет, чтобы она испила эту чашу отчаяния до конца, ведь в этом ее вина и вина Адама. Но она первая была, кто встала на этот путь. Нет. У нее рождается Енох. И написано в Священном Писании, что рождение после убийства Авеля, рождение Еноха становится для нее утешением. Она в этом ребенке, которого дает ей Бог, она видит надежду на будущее, что жизнь не окончится. Вот это убийство Каином Авеля для нее было как гром, как предзнаменование. Вот так закончат свои дни все твои дети. Но потом рождается другой ребенок, и этот ребенок становится праведником. Она видит в его жизни, когда он взрослеет, когда он растет, она видит черты, которые отличают его от Каина. Она видит в нем черты погибшего Авеля, и это ее утешает. У Господа есть источник утешения для каждого из нас. Просто нужно быть внимательным, просто нужно непредвзято смотреть на обстоятельства, на людей, быть внимательным слушателем. И можно увидеть вот то, что Бог предусмотрел для того, чтобы у нас было достаточно сил, достаточно мудрости, мужества пройти любое испытание. Вот так было и с Исааком, другим библейским героем. У него не все так трагично, но он был единственным ребенком в семье. И поэтому, когда его мама, Ревека, когда она умерла, когда она скончалась, для него это был страшный удар. Какое же утешение? Кто помнит? Кто помнит? Какое же утешение Бог предусмотрел для Исаака, библейского героя? Всего два эпизода, но они очень показательные. Для Исаака какое утешение? Ревека, жена, которую Бог дает Исааку. И эта девушка, эта девушка красивая, достойная, умная девушка, она ведь просто чудесным образом попадает в дом Исаака. Ведь если бы Бог не направлял дорогу слуги Авраама, отца Исаака, если бы Бог не указал слуге Авраама, кто конкретно должен стать женой Исаака, Исаак не получил бы этого утешения. Слуга Авраама, приближаясь к тому месту, где жила Ревека, задал Богу несколько вопросов. Вот если подойдет девушка, напоит меняемые верблюда, значит, это она и есть. Как только он с верблюдов спускается, сразу же подходит Ревека, подходит девушка, он ее просит, дай попить. А она говорит, и ты пей, и верблюдов твоих напою. И слуга Авраама в таком потрясении, в удивлении, говорит, меня сюда привел Бог. Бог взял меня за руку и из дома моего господина за ручку взял и привел в дом Лавана, где он, Бог, предусмотрел жену для сына моего господина, для Исаака. Были разговоры там, в этом доме, было общение. На следующий день слуга Авраама встал и говорит, мне пора в дорогу. И он забрал с собой Ревеку. И вот, когда Исаак вышел в поле, о чем-то подумает. Такая немножко грустная картина в Библии нарисована. Вот он вышел в поле, о чем-то подумает. Вот он идет и грустит. И вдруг он видит, идет караван. И там сидит на одном из верблюдов красивая, прекрасная девушка. Он смотрит на нее. Она смотрит на него. В их сердцах поселяется чувство любви друг к другу. И в Библии написано, «И взял Исаак Ревеку, завел ее в шатер матери своей и утешился». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. В жизни каждого из нас есть то, что Богом предусмотрено для нашего утешения. Но вот в этом, для того, чтобы это увидеть, нужно развивать в себе чувство благодарности. Нужно замечать каждый день, нужно каждый день делать одно простое упражнение. вечером, перед тем, как лечь спать, нужно попытаться вспомнить, что доброго, что хорошего сегодня Бог для тебя сделал. И, может быть, записать даже это где-то на одном, на каком-то листочке, а после этого, вместе с этим листочком, с этой записью, встать на колени. И, встав на колени, можно вознести Богу молитву благодарности. И если делать это каждый день, если каждый день в молитве благодарить Бога за то, что Он делает, и учиться замечать, а что же Он делает каждый день, то со временем будет все проще и проще видеть все то, что Бог предусмотрел для нашего утешения, для наших сил, для нашего счастья. Господь Пастырь наш. Ни в чем не будем нуждаться.